В этот день, 15 июня 1741 года, корабли «Витуса Беринга» вышли из Камчатки на поиски Северной Америки. Хотя, по всей видимости, высадиться на этом континенте, морякам Беринга так и не удалось. В 1931 году в СССР было принято постановление о строительстве московского метрополитена. В этот день родились Юрий Андропов, с ноября 1982 года генеральный секретарь ЦК КПСС и фактически глава государства. Гаврил Елизаров, хирург-травматолог. Благодаря изобретенным аппаратам стало возможно лечить невероятно сложные переломы костей. 15 июня 1798 года родился Александр Горчаков, последний канцлер Российской империи. Потомок старинной дворянской семьи Горчаковой получил хорошее домашнее образование. Это и позволило ему поступить в Царско-сельский лицей. В этот первый легендарный набор попали в будущем виднейшие люди времени. Один из друзей Горчакова по лицею был Пушкин. Но если будущий поэт учился ни шатка, ни валка, закончив по успеваемости четвертым с концов спецклицеистов, то Горчаков, прилежный школяр, был вторым отличником всего набора. Уже тогда Горчаков уверенно метил на дипломатическую службу. И отсюда поэтическая характеристика Пушкина. Питомец, мод, большого света, друг, обычаев, блестящий наблюдатель. Но Горчаков был чрезвычайно чисто любив. Про себя молодого он вспоминал с иронией, что был настолько чисто любив, что носил яд в кармане, если его обойдут местом. Уже в возрасте 21 года он состоял при графе Неслероды, канцлере, министре иностранных дел на международных конгрессах. Казалось бы, карьера Горчакова будет развиваться стремительно, но до великих свершений оставались десятилетия. Его патрон Неслерода не любил даровидность и независимость своего подчиненного. Сотрудник Герценовского колокола князь Петр Долгоруков вспоминал. В 1825 году князь Горчаков взял отпуск в Россию за несколько месяцев. Проезжая через Псковскую губернию, он свернул с дороги, чтобы посетить опального товарища своей юности, знаменитого Пушкина, жившего там под надзором местной полиции. Со стороны 28-летнего дипломата поездка в деревню для посещения опального друга была весьма благородным поступком. Сам Пушкин так откликнулся на этот поступок. «Фортуна, блеск холодный, не изменил души твоей свободы». Александр Горчаков долгое время не мог получить большой должности. Между тем, конец 1840-х – это время серьезных дипломатических просчетов Николая I, которым только способствовал министр Неслероды. Россия рассорилась с ведущими европейскими державами. Началась бесславная Крымская война. В этих условиях российскому послу в Вене Горчакову удалось, казалось бы, немыслимое. Он сумел найти контакты с французскими представителями и убедил их в необходимости почетного мира. Неслероды же допустил утечку подробностей этих секретных переговоров и тем самым попросту сорвал их. Тем временем император Николай умер, а его преемник Александр II постарался избавиться от кадрового наследства своего отца. Вместо уволенного Неслероды министром иностранных дел был назначен Горчаков, который вскоре сделает свое знаменитое заявление. Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Горчаков провозгласил принципы нового, совершенно прагматического подхода к внешней политике. Карьеру министра Александр Михайлович начал в крайне невыгодных условиях, сразу после падения Севастополя. Ему пришлось подписывать Парижский мирный договор, который запрещал России иметь флот на Черном море. Шел 1856 год. Князь Горчаков ставит перед собой цель аннулировать статьи Парижского мира. Вот тут-то и помогла столь медленная карьера, столь скрупулезная работа дипломата низшего звена, когда, путешествуя по Европе, он плюл паутину своих контактов. Огромный опыт, чутье связи позволяли Горчакову улавливать малейшие дуновения ветра в нестабильной европейской политике. И князь добился своей цели. Используя очередной военный конфликт в Европе, в 1871 году Горчаков в одностороннем порядке заявил, что Парижский мир больше не действует. Князю всегда противостояли крупнейшие политики эпохи. Отто фон Бисмарк, Наполеон III, австрийский лис, граф Меттерн. Но он никогда не терялся на их фоне. Он сам определял лицо своего времени.